Музыка Шесть лет назад в селе Черкёх в одном из заброшенных домов было обнаружено тело школьника. Единственная версия выдвинутой следствием тогда суицид. Мальчик отставал в развитии, силу заболевания был непредсказуем в поступках, но учился в обычной школе. Модное сейчас слово «инклюзия» тогда вряд ли была знакома школьным учителям. Да просто не было выбора тогда у педагогов и у родителей. Но с 2012 года инклюзивное образование станет обязательным по всей стране. Дети с ограниченными возможностями здоровья уже по закону могут учиться не в специализированном, а в обычном учебном заведении. Что же изменилось за 4 года? Созданы ли необходимые условия? С какими проблемами сталкиваются и родители, и учители? Об этом мы поговорим сегодня в программе «Не пропусти главное». Добрый вечер. Ну, как говорят специалисты, с каждым годом количество детей с ограниченными возможностями здоровья, другими словами, не хотелось, конечно, этого произносить, с отставанием развития увеличивается. Почему это происходит, выяснять, конечно же, медикам. Мы же будем говорить не о причинах, приводящих к этому, а о том, как помочь родителям таких детей, какие меры предпринять, чтобы отношение общества к таким особенным детям изменилось. И, конечно же, изменилось в лучшую сторону. Социализация – это великая вещь. Вот родители, которые инициировали практически сегодня нашу сегодняшнюю программу, огромное вам спасибо за ваше мужество. Наверное, не просто признаваться, что у вас дети особенные. Но вот они посредством различных социальных сетей, ватсап-групп, объединяются в некое объединение, их уже более 150 человек, и выиграли гранты, пытаются помочь, чтобы отношение к их детям изменилось в лучшую сторону. И мой коллега Михаил Лукачевский снял серию замечательных социальных роликов. Давайте мы посмотрим сегодня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Конечно, у нас эфирное время очень, скажем так, сжатое. 38 минут для такого количества людей – это очень мало. На самом деле, поскольку вы являетесь застрельщиками, давайте вот есть, наверное, у вас что сказать, что передать обществу, что передать тем людям, которые сегодня собрались. Добрый вечер, уважаемая студия, уважаемые ведущие, уважаемые зрители. Мы представляем родителей именно детей, у которых задержка психо-речевого развития. Каждый из наших детей, каждому ему присвоен статус инвалида, но они без видимых каких-либо отклонений. И очень часто мы сталкиваемся с проблемой в обществе, что наше поведение воспринимают как за невоспитанность. Не хотят, чтобы некоторые дети общались с такими детьми, как наши. Хотя на самом деле, если к нашим детям, то есть проявить какой-то интерес, внимание, наши дети, скажем так, что они очень-очень даже нормальные. Они дети, действительно, они интеллектуально хорошо развиты. Они с охранным интеллектом просто немножко запаздывают в развитии. Вот и все, это задержка всего-навсего психо-речевого развития. У них сохранный интеллект, они все понимают, они замечательные дети. Многие из них играют на музыкальных инструментах, замечательно лепят, рисуют. И мы хотели бы, чтобы все-таки общество начало принимать, понимать, и как-то более лояльно, более все-таки толерантно относиться, более, наверное, быть добрее, что ли. Тем более мы говорим, что с 2012 года закон об инклюзивном образовании обязывает. То есть те, которые, скажем так, против, они слегка против закона получаются, да? Да, конечно. В школах и в садиках, да, очень много бывает ситуаций, где отвергают детей. А в садиках вообще даже бывает, вынуждает некоторых родителей уйти из садика. Просто создают такие условия, что действительно ребенок просто не может там находиться. То есть он постоянно один, он не участвует в играх, он не участвует в общении с детьми. С таким ребенком тяжело воспитателю справиться. И он всегда в сторонке. То есть аналогично и в школах. Такая же проблема. В школе бывает иногда даже открытая травля на ребенка. И также непринятие и не воспринимают детей. Но вы сами понимаете риск того, что могут быть такие инциденты, что отношения... У нас не везде идеальны. Не везде у нас вот эта вот абсолютно стерильная, скажем так, телевизионная студия, где сидят люди, понимающие. Что степень хамства людей, она бывает иногда запредельна. Вы эти действия понимаете? Да, мы понимаем. Просто на самом деле, да, нашим детям очень даже немножко надо понимание. Просто их принятие и понимание. Если это зависит, если школьник, да, ребенок, это зависит от учителя, например, да, впрямую, которая касается детей, да. И если учитель создает в классе атмосферу, да, такую, где вот будет ребенка в главных ролях как-то вот подбадривать, да, среди детей, тогда, мне кажется, вот и дети так же будут тянуться. Вот перед эфиром Афанасьев допустил очень интересную мысль. Единственное, ну, Егор Афанасьевич и Афанасьев, мои знакомые, скажем, все остальные, все остальные дам, я, к сожалению, не знаю, да. Но Афанасьев допустил такую мысль. Выполняя закон об инклюзивном образовании, дети ходят в обычную школу, потом приходит прокуратура там или пожарная или кто-то еще, надзирающих органов у нас море, да, выше крыши. И начинает у нас вот помещение не приспособлено, вот это такие условия неосознанные и так далее. Тут же получается закон «Что дышло». Проблема на проблеме получается, да, в смысле вот есть родители, которые хотят, чтобы их дети учились наравне с другими детьми, не только учились, а уже… Это их право. Да, это их право по закону. Они с детсада, например, ребенок идет учиться с обычными детьми, да, ничего не разделяя, и он ходит в детсад, ходит в школу образовательную, потом он идет в образовательное другое учреждение, да. Если быть последовательным, вот возьмем спецдетсад, спецшкола, спецучебное заведение, да, и ребенка отправляют на работу, тоже специализированное, установленное по государству, оборудованное специальное рабочее место. И ребенок что? Он уже взрослый и считает себя каким? Обособленным. Он сам уже не будет принимать общество. Вщемленный. А если ребенок будет с малых лет ходить наравне со всеми, естественно, такого не будет, того, что вы задали вопрос родителям. Это нормально. Но это не говорит, да, что все дети сейчас должны идти в общеобразовательное учреждение учиться по инклюзивному образованию. В инклюзивном законе об образовании есть некоторые нормы, да, о том, что ребенок должен соответствовать по медицинским каким-то показаниям. Это тоже есть такое. Ну, вот уже если брать образование, думаю, вот начальник образования Егор Афанасьевич сейчас... Вообще, я так подозреваю, что, как всегда, нехватка мест. Нет, я хотела бы тут пояснить, да, инклюзивно, как вы очень справедливо сказали, это модное слово, инклюзия появилась, ну, недавно, скажем так. Инклюзия, она раньше называлась интеграция детей. Нет, 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 я с вами не согласна. Они всегда учились в массовой школе. Я статистику знаю и могу возразить. Просто со своей ответственностью. Я с вами не согласна. Потому что 4,5 тысячи, 4,8 тысячи детей, это дети с ограниченными возможностями здоровья в республике. И из них только 1,9 тысячи, 1,9 тысячи, 1,9 тысячи, 1,9 тысячи. Конечно, сейчас мы много стали говорить, потому что появились нормативные документы. А сейчас инклюзия говорит о том, что это проблема уже... То есть, прежде временно еще говорите о полной инклюзии? О полной инклюзии оно никогда, наверное, не будет. Сепарация все равно будет какая-то. Должен быть выбор. Образование или инклюзивное образование. Родители должны выбирать. Перед родителями, законными представителями этих детей, должен быть выбор. Или специальная коррекционная школа, или это массовая школа. Просто наши дети в основном... Если ребенок пойдет в массовую школу, конечно, никто не... Вообще, ребенок, который обучается в специализированной школе, он может быть тоже интегрирован в общество. Потому что... Вот в свое время, когда я работала в педакадемии, мы проводили такой социальный проект, как школа общения, где дети с особыми какими-то нуждами, и плюс дети обычной общеобразовательной школе, плюс педагогический отряд. Мы объединяли вот это все вместе, и дети очень с удовольствием общались, и на самом деле получали... Это в какие годы было? Это было вот буквально конец... И сейчас олимпиады. В 2010, 2009, 2008, вот в эти годы мы уже в школу. То есть до вот этого принятия... Мы уже работали с такими детьми. Это была инициатива в педакадемии совместно с детским фондом Дети Саха Азии и детским подростковым центром подросток. Да, это элементарно, наверное, просто принципы гуманизма, наверное, да? Которые работали, наверное, в школе всегда. Школа, мне говорили, очень такое консервативное явление, да? Она такой и должна быть. Да. Что? Она и должна быть консервативной. Ну, гуманной тоже. Гуманной обязательно, обязательно. И маленькому ребенку, который только привык вот быть дома, да? Вы правильно сказали, что нет детских садиков, не хватает. Они постоянно индивидуально занимаются. Они пришли из дома. Они должны немножко привыкнуть к этой школе. Где не 35-40 детей, как в городе, да? А вот где 12-16 человек. Конечно, ему легче. Просто, знаете, мы, например, учились во втором классе в вашей школе. И они уходят у нас в массовую школу. Мы учились во втором классе в вашей школе по рекомендации по МПК. Да. Перешли из 35-й школы. И, получается, я там просто на стенде увидела там специальности, которые ребенок по окончании этой школы, данной школы получит. Там обобщих, слезарь, ну, подобные, да? Средне-специальные. Вот я, например, да, у меня, например, ребенок очень даже с развитым интеллектом. И я вот почему, я просто уверена, да, что он имеет право, почему мой ребенок не имеет права учиться в высшее образование получить? Вы получите, потому что вы пойдете в массовую школу. После вашей школы просто я там увидела, поняла, что вы имеете право в массовую школу уйти. Давайте мы вернемся к нашему обсуждению сразу после рекламной паузы, которая неизбежна, неизбежна, каждые 13 минут. Такие правила. Малыш, ведь у тебя все, сказала. Не знаю, с еще большей горечью произнес малыш, потому что... Малыш произнес горечь, больше еще не знаю. Мама сказала, все в тебя уверен, малыш дорогой. Оля, Оля, ты меня дружишь? Повтори, что я сказала. Малыш, я не знаю, что я не знаю. Ничего не знаю. Малыш, я не знаю. Коля, ничего страшного. Успокойся. Конечно, тяжелыми методами действует Миша Логочевский, но очень примечательны слова, которые в конце этого ролика. Действительно, дети очень жестокими могут быть в таком возрасте. Если один ребенок, они как-то его, бывает, что они его действительно интегрируют, они его принимают, он становится сыном полка, они его любят, они за ним ходят, помогают. Но если становится, допустим, двое детей, они тоже будут располагать их к себе и жалеть будут. Но появляется третий ребенок, и тогда уже дети, которые инклюзивные дети, они уже, как правило, объединяются, и тогда уже им не нужен никто. Они свою группу создают. Очень хороший ролик, на самом деле, сняли наши родители. Очень злободневные темы затронули. Как раз наш фонд, благотворительный фонд Хараскал, занимается вот этим направлением. Называется «Уроки доброты», где мы в общеобразовательных школах учим здоровых детей принимать детей с инвалидностью такими, какими они есть. То есть к нам обращаются общеобразовательные школы, классные руководители, директора школ, завучи. И мы по заявкам уже ездим по школам и проводим эти уроки замечательно. После этих уроков те классы, которые прошли, они уже готовы принимать детей разных. У нас же разные дети, с разными особенностями, не только с речевыми. Я берусь еще раз к ролику. Прежде я бы хотел все-таки апеллировать к мнению, которое во время рекламной паузы. Родители говорят, легкая коррекция на ранней стадии может нивелировать вообще. Скажем, вот это вот заметное отставание какие-то. Убрать. Убрать, нивелировать вообще полностью. Они могут стать полноценными людьми с высшим образованием. С медицинской точки зрения, просто народ, которое общество, их выделяет и начинает давить на детей. Просто наши дети. Вот специалисты. Скажем, в таких педагогах, как в ролике показано, я более чем уверен, что раз-два и обчелся. В первую очередь, конечно, проблема, главное принятие такого ребенка. У нас не секрет, что в школах у нас обучается много детей. Более 800 детей с ограниченными возможностями здоровья обучается у нас и в обычных школах, общеобразовательных. Как вы сами знаете, школы у нас очень переполненные. Самое меньшее, это по 35 человек в классе у нас едят. И, естественно, учителю очень трудно интегрировать ребенка в коллектив условно здоровых детей и провести какую-то дифференцированную индивидуальную работу. Потому что бывает, что родители тех детей, условно здоровых детей, не могут принять. У нас были случаи, когда родители писали заявление о том, чтобы мы убрали таких детей, отправляли их в специализированное учебное учение. Поэтому, в первую очередь, общество должно как бы лицом повернуться. Но это получается, вместо интеграции получается сегрегация, да? Когда такие дети, получается, они обособленные. Что-то это напомнило штата Алабана в 60-х годах. Интеграция, да, есть четыре версии. Это две противоположности. То бишь, все вместе. И это самый эффектный вариант, по идее. Это не зря наши государства... Но готовы ли мы к этому, Афоня? Самое главное, везде это вот так прошло. Во всех странах мира вот так тяжело было. Вы думаете, Америке так было? Америке 20 лет, вот, грубо говоря, люди с инвалидностью воевали за свое право. И это начиналось в 70-х годах, когда во Вьетнаме война началась. На Западе, конечно, это все давно уже есть. Не, не так уж давно. Пришло очень поздно. И, конечно, чтобы изменить общество и нас самих, людей, детей, детский коллектив, это нужно время, конечно. Да, нужно работать вместе. Второй проблемой встает, как уже говорили, да? Это, значит, квалификация. То есть подготовленные специалисты должны работать именно с этими детьми, понимаете? Вот я хотел бы обратиться, да? Все-таки вы представляете ту структуру, которая готовит, ответственность за подготовку таких кадров. Ваше мнение? Ну, во-первых, я бы хотела сказать, что инклюзивное образование – это действительно очень многоаспектная проблема. И правильно начали именно с проблемы принятия ребенка с особыми образовательными потребностями. Ну, вот это принятие, оно мгновенно не может подготовлено быть. Его нужно долгие годы формировать в обществе. И оно будет состоять, в первую очередь, от принятия родителей, обычных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, их родителей. От принятия как равных детей с ограниченными возможностями здоровья, обычных детей, да? И, конечно, от принятия педагогов. То есть все это должно формироваться очень постепенно, очень грамотно. И детей нужно включать во все сферы жизни общества с самого раннего возраста. Очень правильно говорили участники нашей дискуссии. Такие примеры должны быть именно грамотно простроены от постепенного включения. Нельзя, вот когда обычные дети встречаются с детьми с особыми потребностями вдруг, когда встречаются обычные родители с такими детьми вдруг, то не каждый готов принять такого ребенка. И это, наверное, даже не вина иногда бывает, а беда такого человека. Он должен иметь опыт общения, он должен иметь такое сформированное понимание, он должен быть подготовлен какими-то контактами, каким-то взаимодействием с такими детьми, с их родителями, с их семьями. Тогда он придет к убеждению, что это обычные семьи, это обычные дети. Просто они несколько требуют таких индивидуального подхода. Поэтому работу нужно начинать, правильно говорите, именно с детского сада. Я вот касаемо кадров все-таки хотел бы уточнить, хватает ли у нас кадров? Ну вы знаете, по поводу хватает. Ну вот я бы хотела сказать, что вот в пединституте Северо-Восточного федерального университета учителей логопедов готовят с 2012 года. То есть уже 15-й год. Учителей легофрена педагогов 14-й год готовим. Ну вот, да, с 2013 года специалисты есть. Но в нашей системе образования был такой период, когда вот подушевое финансирование привело к тому, что где-то стали сокращать этих специалистов узких. И построенная система, хотя она была, ну, несовершенна, конечно, не идеальна, но она потихоньку начала сворачиваться. На сегодня, конечно... То есть система все-таки раньше была? Ну, она формируется, она до конца не выстроена, да. И вот закон об образовании, он, конечно, подтолкнул оказание эффективной коррекционной помощи разным категориям детей. И мне кажется, что тут во многом даже зависит от понимания руководителя образовательного учреждения, что такие специалисты ему нужны. Потому что подготовка кадров ведется. И в том, что нам-то нужны такие специалисты. А средств на их содержание просто нет. Мы не можем держать штат логопедов, мы не можем дефектологов содержать. Их только может позволить себе коррекционная школа. Не обязательно. Ну, это не правда. В детских садах и школах практически во всех города Якутска существуют и логопеды, и... Ну, дефектологов, конечно, я не буду говорить, но логопеды, психологи, они точно работают. В детских садах работают, в школах работают. А насчет подготовки кадров я хотела бы маленькую ремарку. Нужно вот начинать с подготовки кадров, это вот мое личное мнение, видение, что сначала должен быть отбор. Вот специалисты, они идут что? Они идут корректорами, дефектологами. Они должны обладать речью в полном понимании этого слова стопроцентно. То есть такой специалист, он должен выйти уже к детям, к родителям, чтобы оказывать квалифицированную помощь. Зачастую. Вот это вот насчет педагогических. Ну, это очень долго делается. А насчет детского сада, вот когда вот начало, действительно, истоки детский сад, и мы заканчиваем уже высшими учебными заведениями. Действительно, вот эта вот взаимосвязь не должна теряться, не должна быть изолированность. Для чего? Для того, чтобы система все-таки повернулась лицом. То есть закон принят, но он должен работать, этот закон. Понимаете? А если он не работает, то, как говорится, все мертво. Но хочу привести маленький пример из своей практики, да. У меня был ребенок с аллолеей моторной, то есть безречевой. Мы его вели очень долго с мамой. Мама, папа были очень хорошими помощниками в этом деле, выполняли все инструкции и так далее, да. Но сначала я вот, честно говоря, я его веду, вот ему показываешь, он никак не реагирует, абсолютно никак. Думаю, где найти вот этот вот кончик, чтобы его зацепить. И нашла. Это через рисование. То есть, опять же, мелкая моторика. Слава богу, этот ребенок, да, впоследствии, он пошел в нулевой класс вот этой вот речевой школы, да, пятого вида. Он там просидел, не просидел, а довольно продуктивно прозанимался год. Потом он поступил в общеобразовательную школу. Слава богу, он сейчас хорошист. Есть еще девочка с сенсоневральной тугоухостью двусторонней. У нас очень много, к сожалению, мам, это вот единоличные случаи, да. Вот, например, чтобы поскорее помогать таким мамам, как мы, да, сейчас, что мы можем предпринять, да. В нашем случае, да, у меня, например, да, у нас сидит наш воспитатель, Елена Ростаниславовна, бесконечно ей благодарна, да, и заведующая нашего детского сада, что они отнеслись к нашему, это обычный детский сад, который принял такого ребенка и не оттолкнул, да. То есть обычные детские сады могут, наверное, таких детей принять, если только захотеть. Воспитателей, вот, милосердие, папы, да, все зависит от воспитателя. Ну, конечно, я что хочу сказать. У истоков стоит не только мама и папа, но и у нас детский сад, правильно? И когда приходят родители с ребенком с отклонениями, мы, конечно, должны быть очень внимательно к нему относиться. И не только, вот тут были ролики, показывали, как игнор происходит с детьми, но дело в том, что воспитатель должен обязательно обращать внимание, не отдельно подходить к ребенку, а вот при детях, при всех, показать всем, какой ребенок, какие хорошие качества в этом ребенке. И, как бы сказать, обратить внимание, чтобы все дети... В хорошем смысле работать на публику, да? Да, это и есть инклюзия, чтобы не касается публично, это и есть инклюзия. Чтобы дети тоже с таким же уважением относились к этому ребенку. И что хорошее у него... Давайте мы вернемся к нашему обсуждению сразу после рекламы, которая очередные 13 минут прошла, и мы уходим на рекламу. Вернемся сразу после. У нас завершающие 13 минут разговор о состоянии инклюзии в нашей республике. Может быть, городе отдельно взятом, да, поскольку все люди, которые здесь, ну, представлены, они из города Якутска. Очень жаль, конечно, что более широко охватано. Хотя в начале мы иллюстрацию брали, конечно, сельские районы, да. И здесь, если не считать того, что мы... Я понимаю, что вы все в теме, да? Но давайте не уходить к профессионализму, какие-то термины, и так далее, и так далее. Люди нас смотрят, скажем так, не готовые к восприятию очень специфической информации. Поэтому общими более вещами оперировать. Вот прозвучало мнение, что родители и педагоги, они должны составлять нечто единое, целое, чтобы вообще в целом процесс, он удался, да? Он должен, они должны сотрудничать, а не стоять, противостоять друг другу. Педагог не должен противостоять родителям, что вот вы чего-то, чего-то не делаете, не доделываете, или почему у вас такой ребенок. А родители не должны никогда в учителе, педагоге видеть какого-то вот невоспринимающего их ребенка, человека, да? Это вы сотрудники, вы должны найти точки соприкосновения, вы должны с этим ребенком его пестовать, за ним наблюдать и идти более позитивным изменением. И если положительная эмоция будет у родителей, то у ребенка будет положительная эмоция ко всему тому, что происходит в этой школе. А не надо вот воспринимать так, ой, мой ребенок не такой, и мы пришли сюда вынужденно, и что-то такое. Вы просто сами сделали свой выбор. И это факт, что ваш ребенок такой, а не другой. Ему нужно помочь. Вот этот выбор, про который мы говорим, он основывается на законе об инклюзивном образовании, который действует с 2012 года. Не только на законе. Нет, давайте я еще раз, поскольку мы начали все-таки с 2012 года, некой веки, когда начал действовать закон. Закон, это юридикция, юриспруденция и так далее, и так далее. Есть куча юридических аспектов. Вот кроме, скажем так, психологической и моральной, какой-то педагогической помощи, есть же еще вопрос юридической помощи родителям таких детей. И вообще юридическая составляющая инклюзива. Какова она, Афанасий? Это в целом социальный подход называется. В целом вся инклюзива это социальный подход понимания инвалидности. Что такое социальный подход? Это значит социальный подход. У нас в России большинство мыслят с медицинской точки зрения понимания инвалидности в целом. Это значит, ребенок больной. Или наоборот, что говорят родители. Мой ребенок умственно отсталый. Я его ужасаю. Это тоже неэтично. Изначально о своем ребенке так говорить. Если у него медики пишут, у него с сохранным интеллектом, он не умственно отсталый. У него интеллект очень хороший. Просто надо с ним работать. У нас идет непонимание в целом понятия инвалидности. В инклюзивном образовании там прямо и написано, что такое инклюзивное образование. Это социальный подход к пониманию инвалидности. Из-за этого наша организация проводит семинары. Вот хотелось бы в пользу случаем родителям сказать, приходите к нам. Тоже зовите. С нами сотрудничаем. Да, других. Мам зовите. Мы проводим семинары. И в большинстве случаев из благих побуждений иногда родители тоже не так мыслят. Мой ребенок, опека, гиперопека. Не играй с ребенком без инвалидности. Они тебя ушибят или что-то ненароком сделают. Это тоже присутствие. Ахмония, мне редактор запретил вообще использовать слово ребенок инвалид. Дети инвалид. Ребенок с инвалидностью. Это корректное слово. Это корректное. Но в медицинском плане, да? Да, в медицинском плане. В отношении закона об инклюзиве это сказали слегка некорректно. Это перевод произошел от Женевской конвенции. Мне кажется, у нас в России немножко, когда переводили, да, там, человек с инвалидностью, ребенок с инвалидностью, немножко неправильно перевели. И там расшифровывается. А в Женевской конвенции о правах людей с инвалидностью, там, этот, переводится, да, термин чего это, да, человек, там, ограниченный в каких-то физических, интеллектуальных, там, все описывается. Просто у нас идет этикет, еще культура в целом не пришла именно в общении. Вот мы сидим, общаемся, да, кто-то ссылается на ограниченные возможности, кто-то ссылается на инвалидность. Это, по идее, называется этикетом. Афония, по существу, где родители могут получить юридическую поддержку? Юридическую поддержку я могу чисто проконсультироваться, да, проконсультировать их, да, если им отсказали в школе, что они должны последовательно делать. Это, естественно, письменное обращение, завизированные. В большинстве случаев не обращаются письменно. Им говорят, вот, наш класс, родители против вот ваших таких детей. Все. На этом, например, они принимают то, что им сказал директор или уходят, да. Или бывает наоборот, директор, наоборот, принимает ребенка в школу, а через месяц приходит МЧС и говорит, у вас недоступность в школе, у вас не отвечает санитарным эпидемиологическим каким-то надзором туалет, и на этом говорят, прощайтесь с этим ребенком. Вы не соответствуете такому-то ГОСТу. К сожалению, у нас вот именно административные вот такие вот бывают заколочки. Хараскал, есть что сказать по поводу юридической поддержки? Безусловно, есть, потому что наш фонд, есть очень хорошие юристы, которые именно в этом плане могут проконсультировать совершенно бесплатно. И обращаются к нам родители, вот когда появляются проблемы именно с образованием, получением какого-то образования, не только детского сада, школы, но и высшего образования, наши юристы очень хорошо консультируют по этому вопросу, абсолютно бесплатно. Ну вот, Афанасий, вот я вот с вами согласна в плане того, что конечный итог таких детей, да, наших детей, это социализация, их адаптация, то есть мы должны предложить к этому усилия. И не должны, вот как нас обучали, нам вот говорили, не должны смотреть на диагноз, то есть должны смотреть чисто на развитие. И такого особого ребенка они не должны сравнивать со стандартами, которые приняты, они должны сравнивать его с самим собой, да, с его же развитием. Это вот современный ФГОС нам диктует, дошкольное образование. Да, абсолютно с вами согласна. Мы сегодня уповаем только на закон 2012 года, но уже ведь приняты другие документы, и вот ФГОС, приказ 1598, 1599, и нам определены вот стандарты для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Да, в штатном режиме мы уже работаем над этими стандартами, программы составлены, оно более уже приближено к ребенку, к его потребностям, особым потребностям. Особенности локального, скажем, для Якутии есть какие-либо, нужны ли республиканские законы? Я бы хотел, вот именно если коснулось закон, мы, родители и образование должны ставить акцент на федеральном уровне, у нас климат, зима, 7 месяцев, никто нигде это не учитывает. Это абсолютно касается образования, медицины, сферы жизнедеятельности, ребенка с инвалидностью, вообще человека с инвалидностью, да. Например, меня устроили на работу, у нас 6 месяцев минус 40, куда я буду ездить на коляске, даже если будут автобусы ездить, вы сами подумайте, да. А в законе есть там работа, рабочие места, вот мы должны, как республика Саха и Якутия, как акцентический регион, ставить на государственном уровне именно климатические наши условия. Государство дает регионам возможности, мы должны в регионе здесь решить вот этот вопрос и поставить на правительственном уровне. Но в стандартах прописаны и ожидаемые результаты, раньше как учили, учили, эту программу усвоил, не усвоил, никого это как бы не интересует. А сейчас есть ожидаемые результаты. Прогнозы какие? Конечно, формируемые. Очень неблагодарные. Требования, требования есть. Формирование жизненных компетенций в первую очередь. Вот ребенок оказался в незнакомом месте, на незнакомой остановке, кому он должен обратиться в первую очередь? К незнакомому человеку, водителю автобуса или позвонить родителям. Но это конкретная жизненная ситуация, да? И ребенок уже учится по этим программам. Понимаете? И теперь нельзя говорить, что общество не повернулось детям с ограниченными возможностями здоровья. Наоборот, сейчас об этом много говорится, открыто говорится и решаются вопросы. Но, тем не менее, отношение таких детей, такого же возраста, к особым детям, оно не всегда. Оно меняется. Постепенно. Постепенно. Конечно. А как же? Вы знаете, в рамках вот этой передачи, мы как родители, все-таки пользуясь случаем, да, мы хотели бы все-таки еще акцентировать внимание на доступности специалистов, таких как дефектологи, логопеды и многие другие. Потому что масса, ну то есть есть несколько реабилитационных центров, в которые колоссальные очереди, в которые нам, как родителям, просто не пробиться. Мы стоим по году в очереди, да, то есть бесплатно там ничего не предусмотрено, ну то есть оплатно, то есть там туда попасть очень сложно, такие как центр вот Сувак, например, да, туда платно не попадешь. Ты становишься в порядке живой очереди. То есть они выдают квоту 20 человек на первый заезд, то есть она сотнями, понимаете, и наши дети туда не попадают. Так же и здесь вот, в городе, нехватка колоссально открывается уже центр реабилитационный. Аурика, вот хотелось бы отметить, да, вот по вашему высказыванию, что оно тоже совершенно справедливо, и передать его представителю управления образования в том плане, что вопрос с местами в детских садах, да, который буддировался, он, как вы говорите, обнулился, да, вопрос решен. То есть дети обеспечены детскими садами в городе Якутске, то есть количество. А качество, то есть речевых групп, они сейчас растянуты до 20 детей, а раньше были по 12 наполняемость, логопункты 25. То есть в этом случае специалистов нужно переучивать уже в том плане, чтобы они были аналогичны воспитателям речевых групп, то есть на обычном логопункте. Это вот все начинается с простого, с земли, как говорится. Вот такое пожелание хотелось бы, как чисто логопеда, олигофрена-педагога. Ну давайте подытоживать немножко, да, еще раз говорил, я всегда говорю, что 38 минут это очень мало. Наверное, очень, да, чуть буквально кратко. Ага, очень коротко. Хочу дополнить, что именно помощь эффективна с раннего возраста. И инклюзивное образование эффективно, когда работа начинается с раннего возраста. И сейчас по всей стране и в Якутии создаются службы ранней помощи. И вот у нас как раз, вот именно с этого года ведется подготовка специалистов, которые будут оснащать кадрово вот эти службы ранней помощи в рамках магистерской программы. То есть об этом надо знать и родителям, и управленцам. Чем раньше начнется процесс вовлечения, скажем, таких детей в общество, тем лучше. Чем эффективнее работа. Еще раз говорю, у нас эфир завершается. Я благодарен всем. Даже не ожидал, что будет так остро, неожиданно остро даже. Такой спор ваше между педагогами, родителями, они зашкаливали иногда. Вот и в Европе, скажем, это такие люди, это люди с повышенными потребностями. С особенными потребностями. Да, с особенными потребностями. А у нас с ограниченными возможностями. У нас всегда есть принижение какое-то. Нет, согласитесь. Культура. В терминах у нас всегда такое есть. И эта программа была не пропусти главное. Мы сегодня говорили о...